опять же мы продолжаем в начале каждого урока в преддверии рождества говорить о нескольких фактах которые открывают нам творца который воплотился в этот мир и еще один факт который хотел бы вам привести для размышлений в целом об устройстве вселенной это факт который мне кажется очевиден для многих из нас это то что мы одиноки мы одиноки то есть по крайней мере в близлежащих районах нашей галактики никого нет никого нет это многих озадачивало и например известен такой парадокс который называется парадокс ферми и фамилия известного физика энрика ферми и он формулируется примерно так то есть ферме будучи физиком он не просто найти верит какие-то конспирации он задается просто логичными рассуждения логичными вопросами на основании физики логики и так далее он рассуждал примерно так поскольку галактика Млечный путь это наша галактика содержит более 100 миллиардов звезд подумайте 100 миллиардов звезд вокруг них может вращаться до нескольких миллиардов планет то есть 100 миллиардов звезд несколько миллиардов планет по крайней Это только наши галактики. И если бы цивилизации, подобные нашей, развились бы хотя бы на одной из крошечной части этих планет, если бы хотя бы часть этих цивилизаций решила исследовать или колонизировать другие планеты, путешествие от одной к другой со скоростью, составляющей ничтожную долю скорости света, не говоря уже о скорости света, а вообще ничтожную долю, то тогда вся галактика должна была быть исследована или колонизирована в течение нескольких миллионов лет. И учитывая, что возраст галактики Млечный Путь составляет несколько миллиардов лет, то Эндрико Ферме задался вопросом, тогда каким образом мы не видим никаких вообще признаков существования инопланетной жизни? Каким образом? Если существует огромное количество миллиарды планет и миллиарды возможностей, почему? Почему мы тогда не видим никаких признаков НЛО? То есть он логично рассудил, что если бы были какие-то либо инопланетяне, то они бы уже были бы обнаружены, потому что неизбежно при таком огромном количестве планет. И такие рассуждения побудили огромный резонанс и огромное количество споров среди ученых. И до сегодняшнего дня называется парадокс Ферми. И впоследствии физики становились все больше и больше понимали, что подобная примитивная идея, что в галактике есть миллиарды планет, значит, где-то еще есть жизнь, она просто несостоятельна по тем простым причинам, что одной планеты мало. Что просто, чтобы были планеты, этого недостаточно. Нужна не просто подходящая планета, нужны еще подходящие звезды вокруг нее, такие как Солнце, Юпитер, Сатурн и так далее, которые дают энергии, которые защищают других метеоритов. Нужно правильное местонахождение в самой галактике для того, чтобы, во-первых, не было смертельного излучения от массивных черных дыр, для того, чтобы не было слишком много остатков от других звезд, для того, чтобы другие объекты не вызывали слишком большую гравитацию. И таких факторов можно перечислять огромное количество. И в итоге все доставится к одному выводу, что наша планета уникальна. Наша планета уникальна. То есть для того, чтобы появилась жизнь, нужно огромнейшее количество стечения невероятных обстоятельств. Для того, чтобы появилась жизнь на одной планете. Несмотря на то, что существуют миллиарды планет. И это просто поразительный факт. Поразительный факт, о котором даже большинство нас не думает. Но это невероятно поразительный факт. И он говорит о том, что мы здесь не просто так. И говоря о Христе, то можно также задуматься, что если бы он пришел сегодня, например, а не 2000 лет назад, то в действительности это было бы даже хуже. Потому что благодаря современным технологиям сегодня подделать, например, исказить или обмануть послание, чудо, не составляет труда. Поэтому, скорее всего, весь Христа, она не была бы такой успешной, как в то время. Поэтому пребывание Христа, пришествие Христа именно в тот период, это было лучшее время для того, чтобы засвидетельствовать людям о Боге. Потому что, опять же, была единая империя, единый язык, единая территория, установлены дороги, почтовая служба и так далее, это мирное время. То есть, опять же, это все говорит о том, что все складывается в одну картину, которая нам просто повествует о том, что мы здесь не просто так. Что в этом есть некий высший замысел. Вот так, друзья, это еще повод для размышлений о Рождестве, о пришествии Христа и о том, что Он сделал для нас. Хорошо. Сегодня мы с вами коснемся еще одной темы. Итак, сейчас вам должен быть виден полный слайд. Если он не виден полностью, то скажите мне об этом. Сегодня мы с вами начинаем новую подсекцию в этом разделе учения о Боге. И мы рассмотрели с вами до этого атрибуты Бога как личности. То есть то, что Он имеет как личность. И эти атрибуты как личности, они являются тем, чем мы также частично обладаем. Например, любовь мы также можем любить. То есть это те атрибуты, которыми люди также частично обладают. Но есть также атрибуты Бога как бесконечного существа. То есть атрибуты, которые отделяют Его от всего творения. И это то, что некоторые богословы называют непередаваемые атрибуты. То есть они не передаются. Например, вечность – это непередаваемый атрибут. Никто из нас не может никогда стать вечным, потому что невозможно стать вечным. Нужно просто быть вечным. И мы начнем наш анализ именно с этого атрибута, с вечности. И это очень символически, потому что сейчас конец года. И вот в этот конец года мы с вами будем рассуждать на тему Бог и время. И для начала мы, разумеется, рассмотрим библейские данные. Итак, говоря о вечности, что мы можем сказать? Во-первых, Писание ясно показывает, что Бог существует без начала и без конца. Об этом повествуется во многих текстах. Например, в Псалтирии главе 89. «Господи, Ты нам прибежище в рот и рот. Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты – Бог». Более того, вечность Бога противопоставляется бренности человека. Опять же, в Псалтирии мы читаем. «Дни мои, как уклоняющаяся тень, и я иссов, как трава. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в рот и рот. Я сказал, Боже мой, не восхите меня в половине дней моих, Твои лета в роды родов. Вначале Ты основал землю, и небеса – дело Твоих рук. Они погибнут, а Ты прибудешь. И все они, как риза, обещают, и как одежду Ты переменишь их и изменится, но Ты тот же, и лета Твои не кончатся». Здесь Псалмоперец противопоставляет творение, которое временно и приходящее Богу, который безначален и бесконечен. И это очень разительный контраст, очень разительный контраст. Опять же, в Псалтирии мы читаем. «Пред ночами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, как сражен ночи. Ты как наводнением уносишь их, а не как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Человеческая жизнь сравнивается со сном, который недолговечен. Он исчезает, как только вы просыпаетесь, или трава, которая приходящая, она очень быстро засыхает и уйдает. Так и человеческая жизнь. Однако же для Бога такого нет. Для Бога тысяча лет, как день вчерашний. Для Него нет такой опасности в том, что время течет, время истекает. В книге Иова мы читаем такие слова. «Вот Бог велик, и мы не можем познать Его. Число лет Его неисследимо». В Исаии подобный текст. «То сделал и совершил это. Тот, кто от начала вызывает роды. Я Господь первый, и в последних я тот же». То есть Он тут является установителем времени. Бог был в начале истории и будет в ее конце. Тогда как люди постоянно сменяют друг друга. К Бог уже это не относится. В-третьих, мы видим, что Бог существовал до начала времен. Хотя даже понятие «до», оно, говоря чисто строго логически, неприменимо здесь. Потому что если не было времени, то нет и понятия «до». Но говоря просто, что Бог существовал до начала времен. И в послании Иуды мы находим это подтверждение. Здесь сказано. «На единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава, величия, сила и власть прежде всех веков, ныне во все веки. Аминь». И автор говорит о славе Божьей, которая была прежде всех веков. То есть до того, как время началось. Которое есть сейчас и которое будет всегда в будущем. Это говорит о том, что у самого времени было начало. А Бог каким-то образом, трудным для нашего понимания, существовал до начала времени. И это нашло свое подтверждение в поразительных данных астрофизики. Когда сегодня подавляюще большинство физиков считает, что у Вселенной было абсолютное начало. То есть, что не просто пространство и материя, но и само время имело начало. В событии, которое называется «Большой взрыв». То есть, мы видим, что об этом говорят библейские авторы. В послании к евреям также об этом сказано. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках в последние дни сей говорил нам в сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Или века. То есть, через которого Бог сотворил время. То есть, мы видим, что библейские данные ясно говорят о том, что Бог является тем, кто стоит над ремнем. Он существует без начала и без конца. Бог противопоставляется бренности человека. Бог существовал до начала времен. Это те факты, которые мы ясно видим в Священном Писании. Говоря об анализе, что мы можем сказать по этому поводу? Библия учит тому, что Бог вечен, но она не проясняет, что это значит и каким образом Бог вечен. Вы очень часто слышали фразу, что Бог вне времени. Однако, такой фразы вы не найдете нигде в Писании. То есть, Писание нигде об этом не говорит. И на самом деле, есть две возможности существования чего-то без начала и без конца. Одна возможность – это существовать в течение бесконечного времени. То есть, представьте себе линию без начала и без конца. Но которая вечно двигается вперед. Это и есть первая возможность существовать на протяжении бесконечного времени. То есть, просто может линия все время идти и идти вперед. И ты все время существуешь, существуешь, существуешь. Но ты находишься во времени. Другая возможность – это вообще существовать вне времени. И это то, о чем обычно говорят рядовые члены церкви, что Бог вне времени. Тогда Божья вечность значила бы, что понятия начала и конца к Нему неприменимы вообще, потому что он находится не во времени. То есть начало, конец, до, после – они неприменимы к Богу вообще, если Бог находится вне времени, потому что он находится вне этих понятий. И Библия не отвечает на вопрос, я подчеркиваю это, Библия не отвечает на вопрос, какая из этих возможностей верна. А потому это вопрос сугубо философско-богословский. То есть любая из этих возможностей сохраняет основную идею, что Бог вечен. То есть у Него нет ни начала, ни конца. Любая из этих двух возможностей. Поэтому в этом весь вопрос, который является предметом наших размышлений. Потому что сама Библия на Него ясно не отвечает. А она же говорит, что Бог вечен. Но как Он вечен – это вопрос уже для наших размышлений. И на самом деле вопрос об отношении Бога ко времени чрезвычайно сложный, над которым на протяжении столетий спорили богословы. И мы сегодня проанализируем поочередно эти две возможности. Например, доктор Крейг, он потратил на изучение этого вопроса около 11 лет. И написал на эту тему ряд книг. Одна из них называется «Время и вечность». И основные аргументы взяты оттуда, из этой книги. Поэтому мы рассмотрим эти две возможности. Итак, первая точка зрения состоит в том, что Бог вне времени. Это классическая точка зрения в сегодняшней эпохе. Большинство христиан, я думаю, полагают именно так. И лучшим аргументом в пользу вневременности Бога является аргумент от неполноценности временной жизни. Временное существование неполноценно. Ведь у такой жизни нет еще будущего. Оно только должно наступить. Но также уже нет прошлого. Оно уже было. Есть всего лишь настоящее, краткое мимолетное мгновение, которое очень быстро проходит. Таким образом, у временного существования нет полноты всей жизни. Сразу, так сказать. Но есть лишь краткий фрагмент этой жизни. И аргумент состоит в том, что такого рода неполноценное существование несовместимо с существованием самого совершенного существа, которым является Бог. У самого совершенного существа должна быть вся жизнь сразу. Он не должен терять прошлое или ждать будущего. Поэтому в этом заключается такого рода аргумент. И мимолетная природа временной жизни прекрасно описана в сказке Лоры Инглс Уайлдер «Маленький домик в больших лесах». В последних строках ее книги она пишет. Снова наступали долгие зимние вечера у горящего очага. «О, Сюзанна, не плачь, не рыдай. Я еду в Калифорнию, в золотоносный край», — пел папа под жалобные звуки скрипки. Потом он заиграл на мотив песенки про старика Граймза. Но слова были совсем не те, что он пел, когда мама делала сыр. Слова были совсем другие. Звучит и низкий голос папы тихо пел. «Ужель пройдут бесследно дни и годы день за днем, и больше никогда они к нам не придут потом? Ужель ли никогда друзья не вспомнят об элом, о безвозвратных наших днях, прошедших день за днем?» Когда скрипка умолкла, Лора спросила, «Папа, а что значит безвозвратные дни?» «Это то, что было давным-давно, в стародавние времена, было и прошло, и никогда больше не вернется», — сказал папа. «Пора спать, Лора». Но Лора еще долго не могла уснуть. Она лежала и слушала, как тихо поет папина скрипка, попивая печальному вою ветра в больших лесах. Смотрела, как папа сидит на скамейке очага, на его темных волосах, бороде и на золотисто-коричневой скрипке играют теплые огоньки. Смотрела, как мама с вязанием в руках тихонько качается в своей качалке. Лора смотрела и думала, «Это все сейчас!» И радовалась, что уютный домик, папа, мама, огонь в очаге и музыка, все это здесь. И зачем им куда-то возвращаться? Ведь они есть сейчас, и были вчера, и будут завтра. Как же они могут уйти безвозвратно и никогда больше не вернуться? Нет, эти дни никогда никуда не уйдут. Они навсегда останутся с ней. Но в этом трагедия. Те дни уже ушли. Лучшие времена прошли, и их больше не вернешь. Может ли быть такое, что сам Бог также подвержен времени? Это очень весомый аргумент. Однако в случае с Богом неполноценность временной жизни уменьшается его всевидением. Так как Бог всеведущий, то он знает будущее, прошлое и настоящее во всех деталях. Он знает все, он вспоминает прошлое во всех подробностях, мысленно переживает его, как если бы оно было настоящим. Поэтому в случае с Богом проблема не так сильна, как в случае с людьми. Мы должны признать, что этот аргумент весом. И нам следовало бы его принять, если только нет еще более весомых аргументов в пользу того, что Бог во времени. Давайте теперь рассмотрим вторую точку зрения, которая гласит, что Бог во времени. Вторая точка зрения говорит о том, что Бог был вне времени до сотворения, но вошел во время после сотворения, им всего, включая времени. Есть два особенно сильных аргумента в пользу того, что Бог во времени и не выходит за пределы времени. Еще раз, точка зрения состоит в том, что Бог был вне времени, когда не было времени. Ну, это логично, да, что не было времени, поэтому он и вне него. Но когда он его сотворил, он в него вошел во время. И сейчас мы возьмем два аргумента в пользу этой позиции. Во-первых, это изменение отношений Бога с миром. Здесь важно различать внутреннее изменение и внешнее. Внутреннее изменение – это изменение свойств или качеств чего-либо. Например, яблоко может измениться с зеленого на красное. Это внутреннее изменение, то есть внутри самого предмета или объекта, или субъекта. Внешнее изменение – это изменение в отношениях или положении. Например, когда-то сын был ниже отца, но теперь выше. Рост отца остался таким же, но теперь его положение перед сыном изменилось. Теперь он ниже по росту. И, судя по всему, если мы рассуждаем логически, создав мир, Бог претерпел внешние изменения, то есть изменения в отношении или положении. Потому что произошло событие, которого не было до. То есть было одно положение, а стало другим. И время – это и предполагает изменение с одного на другое. То есть это самосущность времени. Например, представьте себе вечный камень, который находится в космосе. Он вечно находится в одном положении. Но тут пролетает метеорит. В этом случае внутренне в камне ничего не поменялось. Но появилось событие до и после. В этом случае уже появляется время. Есть до и есть после. Таким образом, когда Бог сотворил мир, неизбежно он, создав мир, став его причиной, он вступает с ним в причинную связь. И возникает событие до, когда не было вселенной, когда не было времени и после, когда время появилось. То есть рассуждая чисто логически, мы приходим к выводу, что Бог должен был войти во время, если он сделал некое событие, которое было после. То есть появляется до и после. Так же обстоит дело с воплощением. Воплощение подразумевает, что второе лицо Троицы принимает человеческую природу. Но из этого следует, что есть момент до принятия и после принятия. То есть было время, когда Христос не был в теле. Потом появилось время, когда он стал или принял тело. А это, опять же, внешние изменения. Одно положение, другое положение. И также мы видим, что реакция Бога также меняется. В определенный период он гневается, в другой его гнев утихает. Это также проливает некое изменение, если мы, конечно, не скажем, что это просто фикция, что это просто некие метафоры, что на самом деле Бог бесчувственный и так далее. И это, на самом деле, не библийская идея, а идея греческих философов. Библия нигде не говорит, что у Бога нет чувств. И мы видим, опять же, что его реакция меняется. Но это, опять же, подразумевает одно состояние, потом другое. То есть мы видим, как из одного перетекает другое. Второй аргумент, он более сложный. И для того, чтобы его понять, мы будем делать дальнейшее разъяснение. Для начала изложу сам аргумент. Второй аргумент основан на знании Богом временных фактов. Под временными фактами я имею в виду факты, относящиеся к прошлому, настоящему и будущему. Например, допустим, сейчас 15.00. Это временной факт. Как следующее существо Бог должен знать все эти факты. Но если Бог знает, что сейчас 15.00, это подразумевает, что он находится во времени. То есть для него тоже есть некое становление. Сейчас 15.00, потом 15.01, потом 15.02. Потому что по мере изменения времени будут происходить изменения в Божьем знании. То есть было 15.00, стало 15.01, стало 15.02 и так далее. То есть в Божьем знании есть некие изменения, а это предполагает, опять же, до и после. Для того, чтобы понять этот аргумент, мы сейчас обратимся к другим подпунктам. Но в целом эти два аргумента, если не перевешивают, то как минимум уравновешивают аргумент в пользу вневременности Бога. Я думаю, многие могли бы в ответ на второй аргумент сказать нечто в таком духе. Может быть, Бог одновременно видит все временные промежутки. 15, 16 и так далее. То есть он видит, допустим, как будто тысячи экранов, и он видит их одновременно все, находясь вне экранов. Это такое, можно такую картину представить. И насколько это правдоподобно? Вот эти два аргумента, два аргумента, на них можно попробовать ответить. Сторонникам учения о том, что Бог вне времени, можно попытаться на эти аргументы ответить. Потому что учение о том, что Бог во времени, оно предполагает наличие временных фактов о мире. То есть, что прошлое, настоящее и будущее, оно реально. Оно предполагает, что временное изменение реально, что было и стало это реальные вещи. Мир на самом деле меняется. Что-то возникает, а что-то исчезает. И здесь важно сделать различие между двумя противоположными теориями времени. Мы углубимся, друзья. Это сложная тема. Есть такая теория времени, которая называется B-теория. И B-теория гласит, что разница между прошлым, настоящим и будущим это всего лишь иллюзия человеческого сознания. То есть, объективно говоря, нет настоящего, прошлого и будущего. Это иллюзия. Все время как бы растянута как линия. И все существует одновременно, одинаково. Для людей, которые находятся в одной, точке, для них это будет в тот момент. Для других это будет другое время. Но если вы спросите, а где же сейчас? Где настоящее? То ответ будет таков. Нет настоящего сейчас. Это просто наше субъективное ощущение людей, которые находятся на этой линии. Но, объективно говоря, это все одинаково. Это значит, что, допустим, события прошлого, они тоже реальны. Они реальны сейчас. И события будущего, они тоже реальны сейчас. Просто для нас, субъективно, это реально то, что мы сейчас видим здесь. Но, объективно говоря, это все иллюзия. То есть, прошлое, настоящее будущее, переход из одного к другое, это иллюзия. Это B-теория. Если принять эту теорию, то весьма просто сказать, что Бог вне времени. Он просто не находится в одной из точек на этой линии, а превосходит эту временную линию. Поэтому для него никаких изменений нет. И вот так можно было бы ответить на те аргументы, которые я предложил в пользу того, что Бог во времени. То есть, что просто верна B-теория времени. Что будущее, настоящее и прошлое, это иллюзии. Что они нереальны. Это просто наше субъективное ощущение. Примерно так можно было бы ответить. И я думаю, что это единственный вариант, как можно было ответить на эти аргументы, пользуясь здравым смыслом. С другой стороны, есть A-теория времени. A-теория гласит, что настоящее действительно существует. Прошлое и будущее не существуют. Прошлое ушло, будущее еще не настало. Исходя из этой точки зрения, будущее также является будущим и для Бога, как и прошлое. То есть, в этом случае Бог не находится вне линии, потому что нет такой линии. Потому что будущего его еще нет, а прошлое уже прошло. Поэтому оценка аргументов за и против вневременности Бога зависит от вашего взгляда на время. Считаете ли вы, что прошлое, а настоящее и будущее являются реальными и объективными чертами реальности? Или же это всего лишь субъективная иллюзия человеческого сознания, а на самом деле ничего не меняется? То есть, ответ на вопрос Бог вне времени или во времени зависит от нашей теории времени. Какую из теорий мы предполагаем, в какую из них мы верим. Поэтому это напрямую зависит именно от этого. и на вопрос, какая из теорий верна, на этот вопрос, опять же, ответить сложно, потому что есть много деталей. Но не вдаваясь подробностей, общепризнанной является теория времени, потому что она соответствует здравому смыслу. То есть, весь наш опыт говорит о том, что есть изменения, что есть прошлое, настоящее и будущее. То есть, что прошлого уже нет, что будущее еще не настало. Это здравый смысл. То есть, это то, что мы наблюдаем объективно. Более того, Б-теория, она по сути самоопровергаема, потому что она предполагает, что изменения это иллюзия. То есть, что на самом деле нет прошлого и будущего, и настоящего. Это просто иллюзия. Но ведь в иллюзии происходит изменение. А значит, какие-то изменения уже есть. Значит, уже есть до и после. Понимаете? То есть, по сути, Б-теория, она самоопровергаема. Она говорит, что изменение иллюзия предполагает, что мы видим некое изменение. Но тогда уже есть некое изменение, и это уже не иллюзия. То есть Б-теория в данном случае, она очень проблематична. Более того, есть также богословское возражение. Б-теория сталкивается с серьезным богословским возражением, на мой взгляд. Подумайте, если временное изменение – это всего лишь иллюзия, тогда из этого следует, что зло никогда не будет уничтожено. Оно всегда будет на этой неизменной временной линии. То есть Христос и сегодня висит на кресте, и завтра висит на кресте для Бога. Для нас нет, это субъективно, но Бог, находясь в невремени, для Него Христос всегда страдает. Для Него зло всегда происходит. И оно никогда не будет в прошлом, в объективном смысле слова. Оно всегда будет. Зло всегда будет. Но Библия говорит о том, что плохие события пройдут. Например, и так, кто во Христе, тут новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. В Откровении мы читаем, и отрет Бог всякую слезу, отчей их и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни не будет уже, ибо прежнее прошло. То есть мы видим, что само Писание подтверждает, что зла не будет. Что когда-то зло исчезнет, теперь все новое, а это пройдет. Поэтому мы видим, что само Писание подтверждает эту точку зрения. Итак, так Бог вне времени или же Он сотворил время, а затем вошел в него? Мы рассмотрели один аргумент в пользу вне временности, который основан на том, что существование во времени, оно неполноценно. И мы рассмотрели два в пользу временности, потому что Бог вошел во время. Один состоит в том, что у Бога есть отношения временные с миром, а другой состоит в том, что Бог знает временные факты. Это тоже предполагает изменения. Более того, идея того, что Бог вне времени, она основывается лишь на теории, на Б-теории времени. Но эта теория очень проблематична, как философски, так и богословски. Поэтому какая из точек зрения более убедительна вам решать? Какая из точек зрения более убедительна? На мой взгляд, идея того, что Бог вошел во время, она более убедительна. Она соответствует здравому смыслу, и она абсолютно разумна. С другой стороны, говоря о том, что Бог вне времени, мы на самом деле вообще не понимаем, что говорим. Что это значит, чтобы быть вне времени? Что значит, что нет до и после? Как это можно себе даже представить? То есть мы здесь сталкиваемся с тем, что если не противоречиво, то даже невообразимо. То есть это те вещи, которые полностью не поддаются никакому здравому смыслу, никакому здравому рассуждению. То есть такого рода утверждения. В любом случае, какой бы точки зрения вы не придерживались, у нас есть практика. У нас есть то, что мы можем практически взять для себя. Во-первых, то, что Бог восселит времени, и у него есть все необходимое для достижения своих целей. Бог восселит времени. Бог никогда и никуда не торопится. Он контролирует течение времени. Так, например, когда Моисей вышел из Египта, ему было 40 лет. Он был в расцвете силы, казалось бы, с человеческой точки зрения. Это самое время для совершения служения. Но нет. Бог работает с ним еще 40 лет. И только потом отправляет на служение. То есть Бог никуда не торопится. Для Бога время, оно не быстротечно, как для нас. Он не боится потерять время. Во втором послании Петра мы читаем. Одно тоньо должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Для вечного существа не имеет значения, сколько времени прошло. Любой отрезок подобен капле в море. С другой стороны, у нас времени мало. Из-за того, что наша жизнь ограничена, наше время на исходе. В послании к Римлянам мы читаем. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дело тьмы и обличемся в оружие света. В Евангелии от Иоанна Иисус говорит. Мне должно делать дело пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Мы должны действовать, потому что время неименуемо уходит. Это может быть как утешением для уставших, так и предостережением для ленивых. Мы должны действовать, потому что время неименуемо уходит. Во-вторых, мы должны жить в свете вечности. Мы не должны жить в свете нашего временного существования, но в свете вечного существования Бога. Апостол Иоанков пишет. Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра. Ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое, вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Поэтому нам никогда не стоит беспечно относиться к жизни, ведь она может закончиться в любой момент. В свете мимолетности нашей жизни и скорой встречи с Богом, мы должны быть уверены, что живем праведной жизнью. Мы должны всегда полагаться на Господа. В-третьих, вечность Бога должна утешать нас в страданиях. Эта жизнь полна страданий, но в свете вечности это всего лишь незначительный миг. Петр пишет, Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу своего Христа Иисусе Сам, по кратковременному страданию вашим, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Обратите внимание на слово «кратковременном». Он понимал, что в свете вечности это лишь незначительный миг. Во втором послании Павел пишет Коринфянам, «Поэтому мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Павел не умолял человечке страданий, но он жил в свете вечности, а потом он понимал, что сколько бы ни было тяжело, это все равно временно. Кратковременное легкое страдание. Подумайте, он здесь использует термины в греческом, связанные с весами. То есть, если взвесить страдания, то они будут легкими по сравнению с вечной славой. И Павел не был человек, который мало страдал. Он страдал огромное количество раз и огромное количество времени. Но это все равно в его глазах кратковременное легкое страдание. Потому что по мере того, как будет вечность расширяться, то наше опыт и наше прошлое, оно будет все сужаться, сужаться, сужаться. Это было так давно, и это было так быстро. А вечность, она в неприходящем. В-четвертых, это напоминание нам о перспективе вечной жизни, которую мы имеем во Христе. В Иоанна 3.16, в самом известном стихе Библии, говорится, что Бог дал нам вечную жизнь. Ефесянам мы читаем, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство, благодати своей, благости к нам во Христе Иисусе. В грядущих веках Бог будет вечно являть свое богатство, благодать во Христе Иисусе. Это напоминание нам о перспективе вечной жизни, о блаженной вечной жизни. Опять же, это утешает нас в страданиях. Как бы мы ни страдали, как бы мы ни мучились, но перспектива вечной жизни остается. И это блаженное утешение. И все кардинально, наоборот, для тех, кто находится вне Христа. Для них время неуловимо убегает, чтобы в конечном итоге привести к погибели. В первом послании к Каринтанам Павел пишет, по рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. У жизни нет высшей цели, а потому неверующие вынуждены просто хвататься за время, которое неизбежно уходит. Для них этот Новый год – это снова напоминание о том, что еще один год прошел. Ты еще на год ближе к смерти. Время неминуемо уходит. И его не схватить. Макбет Шекспира кричит в этой пьесе. Жизнь – это только тень, комедиант, поясничавший полчаса на сцене и тут же позабытый. Это повесть, которую предсказал дурак. В ней много слов и страсти. Нет лишь смысла. Экклесиаст говорит подобные вещи. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все – суета и томление Духа. Поэтому для неверующих время – страшный враг, не приносящий никакой перспективы, а лишь обреченность и отчаяние. И как бы они ни жили процветающе сейчас, неминуемо приходит конец. И, конечно же, в конце их ожидает праведный суд Божий. Поэтому для неверующих все кардинально наоборот. Время – это ужасный индикатор. Это страшная вещь, событие, как ее назвать. Для нас, верующих, это утешение, это перспектива блаженной жизни к Господу. И для меня лично аргумент от быстротечности, от временности жизни, от ее бессмысленности, как здесь пишет Макбет, как Шекспир пишет в Макбете, для меня это был очень весомый аргумент. То есть аргумент от абсурдности жизни без Бога для меня был очень весомый аргумент. И этот аргумент, он излагается, по-моему, во второй главе книги «На страже». Некоторые люди уже эту книгу получили, да, и вы можете прочитать. Вот это изложение абсурдности жизни без Бога для меня является самым сильным аргументом. Самым сильным аргументом. Это впечатляет. Это заставляет задуматься. Зачем я здесь? Куда я иду? И вечность Бога неизбежно нас направляет в этом отношении в сторону Бога. Субтитры создавал DimaTorzok